Здравствуйте дорогие друзья, я Сергей Балакирев и мы продолжаем курс по языку Python. Этим занятием открываем новую тему, связанную с модулями и пакетами. В некоторых программах этого курса я уже делал импорт стандартных модулей. Например так, писал ключевое слово import и далее имя импортируемого модуля. Или вот так вот, import и другой модуль, например time. Для того, чтобы можно было использовать функции этих модулей. Но что они из себя представляют? В действительности модуль это обычный текстовый файл. Вот если я вот в этой интегрированной среде PyCharm, нажму control и далее щелкну левой кнопкой мыши вот по этому модулю, например, match, то у нас откроется файл, соответствующий файл с этим модулем и мы видим его содержимое. То есть модуль на языке Python это обычная программа и все что здесь записано, соответственно импортируется сюда вот в нашу программу. И здесь возникает вопрос, а что собственно делает вот этот оператор import? Чтобы ответить на этот вопрос, я сделаю следующее. Выведу вот в нашей программе здесь все локальные переменные, которые существуют. Для этого я запишу функцию print и вызову вот такую вот функцию, которая называется locals. Она как раз возвращает все локальные переменные. Запустим программу и вот здесь вот отображается словарь, который содержит все эти локальные переменные. То есть переменные, определенные вот в этом нашем программном модуле. Ну, они называются локальные, но в пределах нашей программы их можно воспринимать как глобальные. Чтобы было лучше видно все, что здесь написано, я отображу их немножко по-другому. Импортирую еще один модуль, который называется так вот, pprint. И уже из этого модуля с помощью вот такой вот функции pprint мы соответственно отобразим все вот эти вот переменные. Запустим программу и они у нас теперь отображаются вот в таком вот виде. Опять же, чтобы все это было лучше видно, я вот это вот окно расположу справа. Нажиму на эту шестеренку и вот в этом выпадающем меню выберу расположение right top. Вот у нас справа отображается все, что выявил вот эту вот функцию pprint и мы здесь все это дело хорошо видим. Смотрите, вот здесь вот в этом нашем модуле, благодаря вот этим трем импортам, появились вот эти вот три переменные. Переменная match, переменная pprint и переменная time. Эти переменные ссылаются на соответствующие модули. На модуль match, модуль pprint и модуль time. Фактически, вот это ссылки на пространство имен, которые содержат все, что определено вот в этих модулей. То есть, например, вот если открыть модуль match, то вот все, что вот здесь вот определено, все функции, все переменные, которые вот здесь вот имеются, все это доступно через вот эту вот переменную match уже в нашей программе, благодаря импорту. То есть, импорт делает вот буквально это. Он создает пространство имен с соответствующими именами, через которое мы можем обращаться к соответствующим глобальным вот этим определениям в этих модулях. Например, так. Обратимся вот к этому модулю match. И чтобы оттуда взять или переменную, или функцию, мы должны поставить точку и, соответственно, выбрать нужную нам функцию. Но пусть будет эта функция sell округления до наибольшего целого. И здесь поставим значение 1,8. Выведем то, что у нас получится в консоль и запустим эту программу. Смотрите, у нас вот это значение 2, то есть, сработала вот эта вот функция, ошибок никаких нету. И вот это вот значение a мы здесь как раз и видим, то есть, значение 2 в данном случае. То есть, благодаря вот этой вот переменной match мы можем обращаться вот к этому пространству имен и отсюда брать все переменные функции. Ну, например, давайте вот возьмем еще вот эту переменную p, отобразим ее. То есть, напишем match, поставим опять же точку. И здесь нужно выбрать вот эту вот самую переменную, которая там определена. Запустим программу и видим вот это вот значение 3,14 и так далее. И так с каждым импортируемым модулем. Вот все эти модули, которые я использовал в программах, они поставляются вместе с языком Python. И составляют его стандартную библиотеку. А что вообще входит в эту стандартную библиотеку? Полный список всех модулей этой библиотеки можно найти вот по этому адресу. Ссылка на нее будет под этим видео. И, соответственно, здесь внизу мы видим список всех этих модулей. Ну, вот, например, datetime. Мы щелкаем по нему и открываем страницу, где перечислены все функции, что они делают, то есть подробное описание. Я рекомендую вам в целом ознакомиться вот с этой стандартной библиотекой и использовать эти вот функции, которые в ней уже присутствуют. Чтобы не изобретать велосипед и не делать, не повторять то, что уже в принципе сделано. А мы вернемся к нашей программе. Вот давайте теперь предположим, что вот после вот всех этих импортов, которые мы сделали, далее вот здесь вот в нашей программе записана такая строчка. Мы переменной матч присваиваем другое значение. Ну, например, строку математика. Как вы уже догадались, вот эта переменная уже теперь будет ссылаться не на вот это пространство имен, где определены все вот эти переменные функции, а на вот такую вот строку. Поэтому вызов вот, например, этой функции или обращение к переменной p работать не будет. Если мы запустим программу, то как раз вот эту вот ошибку и увидим. Давайте я вот здесь поставлю комментарий, еще раз запущу. Вот, мы видим ошибку, что у нас не определена вот эта вот функция sell. Как можно разрешить такую ситуацию? Язык Python позволяет нам в момент импорта указывать псевдонимы импортируемых модулей, используя вот такое вот ключевое слово s. Ну, и далее мы можем что-то указывать, какой-нибудь псевдоним. Например, так вот, mt. И теперь вот здесь вот в нашей программе вместо вот такого вот имени матч мы будем использовать другое, mt. Соответственно, вот здесь вот вместо матч мы тоже пишем mt, и здесь тоже mt. Запускаем программу, и никаких проблем нету. То есть вот так вот мы можем заменять одни имена на другие. На практике такая подстановка выполняется в двух целях. Во-первых, чтобы избежать возможного конфликта имен в программе. И во-вторых, для удобства, если имя модуля слишком длинное. Далее, следующий момент. Когда происходит импортирование какого-либо модуля, то все, что в нем находится, автоматически импортируется в нашу программу. Однако часто из всего этого многообразия используется всего несколько функций или переменных. И если мы не хотим подключать модуль целиком, а делать выборочный импорт, то для этого используется немножко другая конструкция. А именно такая. А вместо вот этого импорта пишется другое ключевое слово from. from, далее указывается имя модуля, а затем ключевое слово import. И вот после этого импорта мы перечисляем функции и переменные, которые собираемся использовать в нашем модуле. Ну, например, две вот такие вот. cell и p, то есть функцию cell и переменную p. Давайте посмотрим, что у нас в итоге получится. Я уберу вот эту строчку, уберу вот этот комментарий. Эти строчки поставлю в комментарий. Запущу программу. Смотрите, в нашем пространстве имен появились следующие свойства. Cell, который ссылается на функцию. И p, который принимает вот такое вот значение. То есть, когда мы делаем импорт вот по такому правилу, то все, что мы вот здесь вот перечисляем, импортируется непосредственно вот сюда вот в наше пространство имен. То есть, чтобы обратиться, например, к функции cell, нам уже не надо писать mt или match.cell, а просто пишем cell, то есть вызываем функцию и записываем определенный аргумент. Например, вот так вот. Я уберу комментарии. И, соответственно, mt вот здесь он нам тоже нужно убрать. И здесь тоже. Запускаем программу. Все работает. Мы видим вот это значение 3,14. Ну и, соответственно, эта функция тоже была вызвана. Причем из всего этого модуля match мы импортировали именно два вот этих вот элемента. Ни больше, ни меньше. И часто это бывает очень удобно. Хотя иногда и вот такой вот импорт тоже приводит к своим проблемам. Ну, например, предположим, что у нас вот здесь вот в программе тоже есть наша своя собственная функция cell, которая что-то делает. Ну, например, просто она будет выводить, что это наша функция cell. И далее возвратим просто вот это значение x. Теперь, как вы понимаете, вот в этом месте программы будет использоваться не вот эта импортированная функция cell, а именно вот та, которая определена здесь в нашем модуле. Потому что сначала произойдет импорт, вот эта переменная cell действительно будет ссылаться на вот эту вот функцию, которая находится в библиотеке match, но затем мы эту переменную переопределяем на нашу функцию. Поэтому, когда она вот здесь вот вызывается в программе, то будет вызвана именно вот эта вот наша функция. Давайте в этом убедимся. Значит, я вот здесь print a напишу, запустим программу, и мы видим здесь 1,8. И кроме того, вот это сообщение. Как можно все-таки вот в таких ситуациях сделать импорт и при этом использовать либо эту функцию cell, либо эту? Здесь опять же нам поможет псевдоним. При импорте мы можем использовать все то же самое ключевое слово s и указать какое-нибудь другое имя. Ну, например, вот так вот, mc. Соответственно, вот здесь вот если мы mc пропишем, то будет вызвана уже функция cell, вот, видим значение 2, именно из библиотеки match. Сразу отмечу, что с помощью такой вот конструкции from и import мы можем импортировать все, что находится вот в этой библиотеке match. Для этого после импорта вот здесь нужно прописать звездочку. Давайте вот эти две строчки я уберу. И если мы выполним нашу программу, давайте я вот здесь тоже поставлю комментарии, запустим программу. Да, конечно, pprint нужно импортировать. Зря я все убрал. Вот так вот. Import pprint. Запустим программу. И смотрите, теперь в нашем пространстве имен находится все, что есть вот в этой библиотеке match. То есть мы вот сюда вот с помощью такой вот конструкции напрямую импортировали прямо вот в наше пространство имен без всяких разделений все функции и перемены, которые определены вот в этой библиотеке match. Конечно, в итоге мы можем легко получить конфликт имен, когда разные функции в разных библиотеках, но названы одинаково, будут просто перезаписываться. Поэтому делать вот такой вот импорт крайне не рекомендуется. Мы даже наперед не знаем, какие имена функций переменных могут быть в библиотеке match, потому что библиотеки постоянно меняются. Поэтому лучше вот таких вот импортов избегать. И еще один момент. Формально в нашей программе мы можем делать импорты нескольких модулей следующим образом. Например, import pprint, потом поставить запятую, написать еще какой-нибудь модуль, потом поставить запятую еще какой-нибудь модуль и так далее. Но по стандарту PEP8 вот так делать тоже не рекомендуется. Лучше все эти импорты записывать каждый с новой строки. То есть сначала первый импорт, потом написать import time и потом написать import match. Ну и наконец последняя рекомендация. Все импорты в программе располагаются в самом начале. От этого правила редко отступают, но в большинстве случаев импортирование следует делать в первых строчках программы. На этом мы с вами завершим первые знакомства с модулями языка Python. Надеюсь, теперь вы знаете, как выполнять импорт стандартных библиотек. А на следующем занятии мы продолжим эту тему и поговорим о создании и импорте своих собственных модулей.